мы ребята доброе утро всем доброе утро ребятки доброе у нас суббота с утра хорошо тепло солнечно птички поют мы как и планировали съездили скупились немного и слышите как поют мы не можем проехать мимо хочется побыть на на лоне природы давить а подышать доброго ранку всим доброго здоровья ранок дуже свежий все таки утром чувствуется така прохлада така свежесть а днем 30 ну да тени 45 на сонце невозможно так что мы едем заехали сюда мотоцикл трошки и сами полюбуватись природою полюбуватись все дикой цикорий лена видишь ну да цикорий дикий это полынь это можно сделать абсент напитки вот по такой дороге так классно ездить на мотоцикле во-первых мягко во-вторых ну дорожка такая наездженная про это самое нету колеи большой мотоцикл просто отдыхает на таких дорогах да да и десь и вон и асфальт горячий а тут прям так хорошо так что мы решили подышать и вас с собой взять на прогулку кукушка такие птицы большие летают крылатые такой размах ой а смотря что там загорожено туда в нашу свете нельзя наверное ходить да все растет все цветет бабочки летают боже сколько их здесь глянь сколько их тут бабочек ты бачишь сидят красунки и кукушка да интересно это же кукушка до какого-то периода она куле куле когда дитя выросла Она, скажут, кидает, подкидывает кукушкой ляйце, но летает неподалеку, наверное, чтобы дитя научила, ну, почула. И кукува тоже научилась. Ну да. Бо дитя не может научиться так сбухти барахту. Её надо показывать, и оно повторяет всё. За мамой повторяет, да. Так, это тысячелесник деревий. Деревий у нас, скажут, тысячелесник. Дуже корисный, ну, хорошее лекарство. Для желудка, для всего, ну, дуже. Всё, что растёт, всё полезно. Всё своего, как говорится, каждая травинка свою болячку лечит. Да? Дереви? Да, просто забросили, бо это невыгодно. Тут же ж ты, если будешь рекламировать всё полынь, берите там, пейте, он очень полезный. Багато хто знает, но никакая аптека не скажет, что... Ну-ну. Бо бесплатно. Бизнеса не будет. Там водичка, Лена, видно оно. Да, водичку видно, но там немножечко, видишь, позарастало, и поэтому... Ну, может, там красиво скочи побачим. Да. Показать наши краеведы. Хороший рынок, много товара, много народа, но мы всё, что нужно, купили. Так-то не особо надо было, но... Нужное взяли, а лишнего нет. Приеду домой, покажу. Ку-ку! Юля просила давно взять. Да, да. Сейчас затарабаним, Юля, сало. Подышал мотоциклик? Подышал. Отдохнул. Наш коник. Да. Заправились в арбузинки там, короче. Один тоже бензином пахнет мне, Витя. Пахнет бензином. Ну, он немного перелил, немного. Короче, один и тот же бензин стоит на Воки 52, а тут 40. Той же бензин из одной цистерны. Ну да, да, да. О, бачите, тут... Центрозавоз. Вот так поют, правда? Угу. 3 силение рыжią. С anio公 не нужно расписаться! Ого-го-го! Угу. а это как она называется она всегда где-то вот мышцы да она такая дикая ягодка но всегда она тенечек дает до к реке хочу все ближе к реке подойти к реке течет реченька тут рыбаки наверное сидят видишь да они ж подробили цапля ну на той стороне там далеко вижу-вижу далеко тут летала вот это вот такая огромная то наверно цапля и летала у нее крыло такой размах большой но улетела мусори какие жирные лопухи да хорошо воды она тянет земли влагу и здесь хорошо растется но тупо зарастала травы такие сочные еще не не подсохли не сосны не сухие красота но я дышится так хорошо здесь ого слушай сколько груш да да в саду надо то это напала то другое то гусеница то покрутились листья а тут груш видимо не и не болеет тут фу да да просто что значит природе она себе растет адаптировалась боча же ж рынок идей и привозят саджанцы а они геть не для того климата не для того там короче там уход другий надо а тут росте соби да росте рода и каждый день да и рясну родила много прям много грушки здорово на природе прям хорошо тишина у нас ветерей начинается десь после 10 до но но пока прямо штиль не не дунет ни с какой стороны до водичка даду и зеркало да 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 красота вот тут я сподобался сильный сейчас я покажу такий ну такие цветочки они такие цвет колор такие прекрасные ты ездим ее там да нежно-нежно розовый такой цвет разнотравий такой цветочек ку 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 доносно все коровка колинка диви лена тихо 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 час я встала в ямку просто диви які як сочетаються диви колюче и все живет чоли 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 летают и божьи коровки да нету полина на вузах печный коробок и домой да хорошо лекарственные травы вот так она за птица полетела на ее не видно большая то наверное чей вот он летит смотри 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 ну да то ж такой солнце засвечивает ничего не вижу высоко вот уже и жарко смотри когда мы выехали в 7 утра а сейчас сколько времени а уже просто солнце едущее такое у хороших хороших рина но мне же жарко всегда ты знаешь о ну нормально 10 часов до уже прогреваю солнечко ну лето шо ж вы хочете уже сегодня у нас яке 24 уже да да еще чуть-чуть и июня и июня нет да лето да месяц первый догорае там запалится другой и там третий незабаром и и елки тягать так все погуляли витя поехали дальше ну ну люди нам и скажут что это да хотя у меня книжка здесь есть еще есть вот такие тоже там а ну понюхай пахнет не так чуть-чуть деснули не ярко выраженный да 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 красота красота все поехали дальше ребятки мы прибыли домой сейчас переоденемся отвезем юлию кусочек сала она просила купить показываю то что мы купили и чтобы все уже в морозилочку вот такой короб ребята очищенный без кишок но видя уже и жабра вытянул то есть вот там он уже чистенько пусть пусто мы всегда их вынимаем чтобы не морозить они не нужны вот вот такие короба по 80 гривен за килограмм представляете какая прелесть не кишок ничего вычищенные классные но мы всегда берем там у нас есть рядом село где люди вылавливают рыбку там озеро витяда в том селе чиричи речечка ну скажи речка речка да вот этот короб там водится и речка ставочек не раз там брали эту рыбку именно из этого ставка хорошая на них не пахнет ни травой никакой такая в общем вкусненькая стёпа уже лег хочется ему хвостика но ему нельзя и показывает то что мы купили за те зачем ездили то и купили ребятки так вот этот хлебушек серый вот 28 гривен да 28 гривен вот такой вот хлебушек с семечкой посыпан семечкой он вот такой вот красивенький взяла батон жить не батон не гречневый именно же жить на из жидней муки хочется мне вот именно такого утром на завтраке кушать вот вот такую колбаску балыковую колбаса варенокопченая пешура ратунку но там за палочку было сколько она 180 по 145 эти до 145 колбаса вот такая балыковая мы ее брали она вкусная хорошая нам она нравится вот эта колбаска домашняя рубленая по 160 гривен вот такая вот именно но она рубленая и копчененькая домашняя колбаса нам она тоже нравится взяли кусочек небольшой на 60 гривен а вот это вот пол кольца получилось так но это конечно уже я побаловать себя и виде купила кусочек копченого ребра по 220 гривен за килограмм но тут вот четыре ребрышка нам по покушать сыр сулугуни палочка таких вот колбаса вареная по 180 гривен вот такая сейчас пакетик вот такая колбаска сейчас она называется у нас пан 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 в в раз пан в раз что ли тогда он вырос но это из рова из ровенской области продают колбасы вот ривенский колбасы взяли кусочек сыр радомер горчинка я его люблю всегда покупаю 300 грамм вот по моему по 280 гривен за килограмм так что теперь ну мимо этого вот этой штучки я не смогла пройти чищеная таранька по 5 гривен штучка я взяла 6 штучек но не могла я против 5 гривен это тем более не на развеса поштучно я считаю это нормально так картошку ведь я купил по 25 гривен домашние вот такая картошка он ведь и рубану кто-то когда копал но это не до него 25 нормальная цена так 30-40 картофель а этот по 25 она чуть мельче но чистенькая помытая без земли хорошая картошечка так дальше сало по 80 гривен мы взяли июля и себе вот такое вот толщиной салка она свежая там чем хорош рынок ребята что там нет холодильников и вот если человек привез свинью собственную торговать ее нужно продать он ее или всю продает или остатки забирает домой поскольку холодильников нет а у нас в магазинах если мясо и привезут на рынке тоже есть магазины мясные там холодильные установки понятно если она не продается то остается на следующий день а здесь всегда ты знаешь что она не из заморозки вот вчера например свинка еще бегала а сегодня она у нас уже вот здесь вот в виде сала на столе это юля кусочек она просила вот такой слегка с прослоечкой нашли тоже по 80 гривен и взяли ей кусочек и себе пару кусочков сейчас переоденемся завезем и пойдем дальше на рынок а ребят я себе купила халатик так что сегодня меня ждите в новом халатике вон он лежит ну как-то вот так думаю надо бы чего-то такое обновить потому что я так думаю что я вам уже тоже поднадоела в красном как вы говорите меняется меняй халаты и дыкупы халат я все изробила все ребятки сейчас буду монтировать видео поедем к юле и дальше день будет продолжаться пока пока до зустричи не отходите от экранов все смотрите пишите нам комментарии ставьте лайки и подтягивайтесь к нам на канал степаша отдыхает ну а мы снова ушли а мы снова ушли